Подумать только, но железнодорожное сообщение с Павлодаром существует с 1924 года. Первая ветка вела в Славгород через Кулунду и была длиной в 137 километров. При этом за все время в нашем городе построили три вокзала. Первый железнодорожный вокзал построили в Павлодаре на месте, где сейчас парк воинской славы. Деревянное здание возвели по заказу Омской железной дороги по проекту латвийского архитектора. Вдобавок через три года в нем открыли семилетнюю школу для детей железнодорожников. Здание первого вокзала просуществовало до 1998 года, пока не было уничтожено огнем. Отсюда, к слову, в 41-м на фронт отправлялись повладарцы. Поэтому впоследствии было принято решение создать здесь музей под открытым небом. В 1956 году пассажиров железной дороги стали принимать на новом вокзале. В то время как раз в Павлодар ехали со всей страны жители разных городов, чтобы осваивать целину. Именно с этой вехой истории у многих и ассоциируется старинное трехэтажное здание. Павлодар развивался быстро и, само собой, людей стало прибывать больше. Второй железнодорожный вокзал уже не мог принять всех пассажиров, а потому в 1977 году начали строительство нового. Проект разработал новосибирский архитектор Владимир Аксентюк. Новый вокзал представили в 1981 году. Здание выполнено в стиле советского архитектурного модернизма и рассчитано на 1350 пассажиров. Это сооружение позволило принимать в Павлодаре до 90 тысяч человек в год. Подобный проект железнодорожного вокзала был реализован не только в Павлодаре. Близнец здания находится в тысячах километров от нас, в Сургуте. В российском городе его возводили также в 70-е годы прошлого столетия. Кстати, в Сургуте есть и железнодорожный мост, сильно напоминающий наш. Одна из достопримечательностей вокзала – паровоз. Установили его здесь в 2019 году. Привезли из Алматы, отреставрировали и сделали памятником. Это, к слову, последний сохранившийся паровоз в Казахстане серии «Л», именуемый в народе «Лебеди». В Павлодаре многие места, здания и даже отдельные архитектурные детали несут огромную историю. Я, Артем Клеван, расскажу вам о них, но уже в следующем выпуске подумать только. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok